Здравствуйте, друзья! У меня сейчас на экране вы видите то видео, где мы предлагаем на конкурс блогершу, которая должна прилететь самолетом к нам сюда, в Кремниевую долину. Прилетает блогерша 1 февраля, и это та дата, которую я установил для объявления результатов конкурса. У нас, я напоминаю, 5 призов, и, собственно, я мог бы уже сейчас итоги подвести, но тогда получается, что интрига вся разрушится, поэтому мы дождемся 1 февраля, я поеду лично в аэропорт и засниму встречу. Кроме того, та блогерша, которая приезжает, она должна будет показать тот приз, который добавляется к первому призу. То есть, мои призы все 5 одинаковые, это флаг, расшитыми звездочками, все там очень симпатичный. И у блогерши есть свой приз, поэтому мы это все объявим. И еще раз я повторяю, что я с удовольствием наблюдаю за тем, что ставки продолжаются, но, в общем-то, уже конкурс, реально победители уже определены. Вот я их знаю, и я хочу сказать, что наши зрители, они совершенно некоммерчески мотивированные, потому что они, например, там Флориду, Ялту, наверное, там человек 100 предложили, как бы не сказав себе, ой, да там, это самое уже, было до меня больше 5. Вот, поэтому у нас, мы не такие, вот хочу я вам сказать, значит, это видно. И я с удовольствием, кстати, вижу новые предложения. Тут, знаете, я что еще хочу сказать, тут такие люди появляются вот здесь, среди рекомендаций, что я даже никогда и не слышал о них. Я вспоминаю анекдот, как вот парень молодой пошел к батюшке исповедоваться и говорит, вот батюшка, я там с вашей, значит, дочерью согрешил. И тот был очень расстроен батюшкой, говорит, а с дочерью Мельникова, он говорит, нет-нет, а с дочерью Булочникова, он говорит, нет-нет, а с дочерью Мясника. Ну, в общем, там он ему много вариантов предлагал, тот говорит, нет-нет-нет. В общем, кончилось с тем, что он так его и не простил, так сказать, ну, и прогнал. Вот, и приятель спрашивает, ну, как сходил, он отпустил тебя там, он говорит, ты знаешь, не отпустил, но столько наводок дал. Вот, поэтому я хочу сказать, что я для себя узнал о существовании большого количества, значит, девушек, блогеров американских, которые где-то находятся. Надо сказать, что вообще у нас наши зрители не ограничились только женщинами. То есть у нас предлагали и мужчин тоже, и Александра Блэквилл из Орландо, и Сашу Хвостовича, хотя Хвостович у нас уже учился. И, собственно, закончил пару лет назад и уже работает все это время. Предлагали Олю Шишкину, ну, Оля Шишкина, во-первых, у меня тоже уже училась, но она вроде не блогер, ее муж Дима, который у нас учился блогер. Потом предлагали Таню Генералу. Таня Генералу у нас отучилась, я уж боюсь соврать, год-полтора назад. Поэтому, ну, не суть, не суть. Я очень рад был на самом деле вот этой активности и тому, что тут столько имен. И, ребята, два года назад, когда я только начал вот как бы писать свои первые видео вот в таких, в этом, в том формате, в котором мы сейчас находимся, не было, боже, да вообще не, ну, сколько там было, может быть, пять человек. И из этих пяти человек там уже, там, кто там остался. Вот, вот тоже Хвастович, там Юра, я, ну, вот, ну, я был новенький. Людмила, конечно, Флорида, Ялта. Вот, собственно, даже я не помню там. Ну, но, может быть, еще кто-то был, так я не заметил там сильно. Вот, Тимур был. И, ну, вот, ну, совсем, ну, всего ничего. А знаете, что творится сейчас? И я хочу сказать, что в каком-то смысле для меня вот этот, значит, конкурс, который я объявил, и те предложения, которые мы здесь видим, это просто какая-то манифестация вообще побед нашего брата на американском YouTube-пространстве. Поэтому я поздравляю всех, кто участвовал. Я очень рад за тех, кого, значит, предлагали. А может, они еще когда-нибудь приедут, там, посмотрим, почему нет. Пусть, пусть, я буду очень рад. Вот, и я еще раз напоминаю, что 1 февраля я отправляюсь в назначенное место, в назначенное время. Вот, место мы знаем, времени я вам пока не скажу. Но это будет днем, это будет солнечный свет, мы там хорошо все снимем. И, значит, это будет еще раз 1 февраля. Вечерком я повешу где-нибудь по нашему времени, не знаю, там, часов 7-8-9, но, в общем, у вас уже как получится в соответствии с местом нахождения. Все, ребят, счастливо, большое спасибо, и я очень-очень рад, что у нас была возможность сделать такой конкурс, и он вызвал такой, можно сказать, энтузиазм масс. Спасибо.